Добрый день, дорогие друзья! Федеральное телевидение у нас давно перестало быть журналистикой. Хотите, можете назвать его кремлёвской пропагандой, а можно попросту помойкой. Можно вообще-то сказать и намного красивее, как это сделал Борис Борисович Гребенщиков. Это про Владимира Соловьева песня. Подходит ему, ну согласитесь. В общем, спектр оценки политических программ федерального телевидения достаточно понятен. От кремлёвской помойки до вечернего мудозвона. Выбирайте сами. Ясно одно. Политическое вещание федеральных каналов – это ни разу не журналистика. Объективности, беспристрастности, профессионализма ждать от них давно уже бессмысленно. Поэтому, когда по НТВ вышел очередной разоблачительный фильм, я даже не захотел его смотреть. Ну, сами за меня-то подумайте. Задеть меня после двух лет с прокурором Лахтиным не может ничто и никто. А просто так смотреть в помойку, ну, незачем нормальному человеку. Однако коллеги, которым по служебным обязанностям приходится это делать, кстати, искренне им сочувствую, уговорили взглянуть. И я уж не знаю, что произошло с пропагандистами НТВ, кончилась ли у них фантазия, или они потеряли вообще все ориентиры, но это крайне забавное зрелище. Представьте, что из этого фильма выкинули всю тревожную музыку, все идиотские пошлые эпитеты, типа русофобы, расшатывания ситуации, заокеанские хозяева. Представили? Отлично. Без них остался рассказ о нормальной деятельности нормальной оппозиции. Ну, вот, например, НТВ приехали снимать участников правозащитной конференции о памяти адвоката Юрия Шмидта. Не было случайных людей и на конференции в Берлине. Уважаемые в оппозиционных кругах люди все до одного явились в особнячок на Рейнхардштрассе по первому зову уголовника Ходорковского. Любопытно, что среди организаторов ни самого олигарха, ни его открытой России не было. Официально конференцию проводил немецкий центр либеральной современности. Но кто задает тон мероприятию, стало понятно сразу. Это означает, что для правозащиты очень много работы. Если из этой части сюжета выкинуть лирические, так сказать, отступления, то остается обычная общественная деятельность. Ходорковский нашел соорганизаторов. Вместе они организовали конференцию. На конференцию приехали уважаемые и неслучайные люди. Кстати, а что надо было случайных, так с улицы пригласить. В своей речи Ходорковский отметил, что для правозащиты в России очень много работы. Ну так оно и есть. Ровно моя деятельность. Есть у гражданского общества проблема репрессии и произвол силовиков. Мы начинаем эту проблему решать. Собираемся в процессе решения, обсуждаем, как сделать получше. Спасибо, что рассказали по центральному каналу. Я и сам стараюсь рассказывать о своей работе. Но и от помощи, как говорится, не откажусь. Ходорковский, говорят эксперты, на подобные мероприятия денег никогда не жалел. Может себе позволить. Вот истинная правда. И денег никогда не жалел на общественную активность. И позволить себе могу. И годами я про это рассказываю. А тут такая информационная поддержка. Спасибо. Важное место в моей гражданской активности занимает создание и поддержание независимых медиа. Рад, что НТВ про это тоже не забыла. Планов у олигарха громадье. Он складывает миллионы долларов в оппозиционные медиапроекты. В общем, кроме слова олигарх, а я напоминаю, моя фамилия не Сечин. Все остальное правильно. И планов много. И вкладываю в российские оппозиционные медиа. А куда вкладывать-то? В яхту, что ли? Как тот же Игорь Иванович? Или в дом, как он, на 25 тысяч квадратных метров в форме буквы ЖО? Или в дворец, как Миллер? Или в футбольные клубы? Они знакомы еще с 90-х годов. В организации Ходорковского американский деятель, частый гость. И даже называет беглого олигарха своим другом. Ну вот опять. Выкидываем слово олигарх. Мы знаем с вами, что сегодня это Сечин и Ротенберг. Выкидываем слово беглый. Меня под конвоем запихнули в самолет, чтобы не остался в стране. Остальное правда. Конечно, я общаюсь с Соросом. Сорос – это человек, который свои личные деньги миллионами тратил на поддержку российской науки. Почувствуйте разницу. Путинские патриоты воруют у науки деньги и превращают их в яхты и виллы на Западе. А Сорос привозил свои деньги и раздавал тысячам ученых. Ну и естественно, что нормальный человек будет учиться, как распоряжаться деньгами у Сороса, а не у путинской шайки. Ходорковский одновременно финансирует несколько проектов. Среди них довольно много так называемых образовательных. На днях в Москве прошел выпускной вечер стипендиатов Оксфордского российского фонда. Официально фонд – организация благотворительная, а проект «Оксфорд-Раша фэллоушип» направлен на поддержку молодых российских ученых и исследователей. Для меня это нормально. Но понятие нормы у нас разное. И с путинскими вороватыми друзьями, и с пропагандистами с НТВ. И больше всего эта разница проявляется именно в политическом контексте. Пивоваров не просто оппозиционер, а ближайший соратник беглого олигарха Ходорковского. И в его общественном сетевом движении «Открытая Россия» признанным нежелательным является руководителем аппарата. Кстати, именно на Пивоварова была возложена особая миссия – провести во власть кандидатов от «Открытой России». Для этого в северной столице, собственно, и был образован проект «Объединенные демократы», который Пивоваров возглавил. А незадолго до этого он прошел секретный тренинг для активистов ОР. Ну да, именно это мы и делаем. Есть российская общественная организация «Открытая Россия», в ней работает Андрей Пивоваров. На Андрея действительно была особая миссия организации работы проекта «Объединенные демократы». В рамках этого проекта мы помогали собирать документы, регистрироваться и проводить кампанию кандидатам в муниципальные депутаты. И, к слову, у многих получилось. 140 человек с лишним прошло. Это же классно. И то, что начинающие политики проходят тренинги, это тоже хорошо. И то, что кандидаты пытаются стать депутатами, согласитесь, это тоже нормально. И, вы знаете, на НТВ, конечно, не поверят, но общение между собой различных оппозиционных сил, это тоже нормально. На этих кадрах правая рука Ходорковского общается с уже упомянутым соратником Навального Ильей Яшиным. Для общественности сторонники Навального в Москве действительно делают вид, что у них нет ничего общего с «Объединенными демократами» Ходорковского в Петербурге. Однако на деле соратники оппозиционных лидеров активно участвуют в мероприятиях друг друга. В своих попытках обругать оппозицию пропагандисты НТВ взяли и пересказали обычную общественную политическую деятельность, деятельность нормальную, деятельность законную. Кстати, сделали большое дело. Иногда достаточно тяжело достучаться до широкой аудитории с информацией о некоторых проектах. А тут аудитория целого телевизионного канала, если, конечно, его кто-нибудь еще смотрит. Что еще сделали пропагандисты с НТВ? Так это заменили все обычные нормальные нейтральные термины на зловещие криминальные определения. Если вы решили избраться депутатом, а это, к слову, абсолютно законное действие, в терминах НТВ вы замышляете переворот. Если помогаете организовать избирательную кампанию для кандидата, вы проталкиваете своих людей во власть. Образовательные проекты – это расшатывание ситуации. Гарантированное Конституцией право на массовую акцию – это Майдан. Я бы не стал стебаться над этим сюжетом НТВ, если бы он не вскрывал важное и ключевое в мировоззрении властей. По их мнению, право на власть имеют только они. Государство – это именно они. Любая попытка поменять их – это преступление масштаба госпереворота. В этом пропагандисты НТВ пытаются убедить страну. И это, как мы видим, у них уже не очень получается. Всего хорошего. До новых встреч.